Это порочный поступок, это подлость. Распространяя даже информацию о том, что было в твоей семье, непременно потом ему приходится извиняться, переезжать, краснеть. Снял и выставлю. Что от этого будет? YouTube-канал Муфтията Республики Дагестан представляет. Саламу аля Расулиллах, уважаемые братья и сестры, Саламу алейкум и рахмату Аллахи та'ала, баракатуху. Хотел бы начать с того, что, вы знаете, мы можем, каждый из нас может продлить свою жизнь. Какой бы ни был срок у нашей жизни, нам под силу ее продлить. Продлить эту жизнь как именно. С помощью поступков, при помощи деяний. Бывает так, что человек умирает, но его дело живет. О нем помнят, о нем говорят, от него остается польза. Вот это и называют, что человек умер, но его жизнь продолжается. А бывает так, что человек умирает на этом свете, и заканчивается полностью его жизнь. О нем забывают, и порой даже бывает, от него остается какой-то вред. Сегодня, уважаемые братья и сестры, социальные сети — это такой инструмент, это такой океан, без которого мы не обойдемся. Нужно признавать, что наша жизнь, она плотно связана с гаджетами, с телефоном, социальными сетями. Очень удобно, это очень легко, это облегчает работу, быстро выйти на связь, договориться и так далее. Но есть несколько проблем. Даже, можно сказать, несколько очень таких вредных привычек и очень опасных для нас. Это наше поведение в социальных сетях. Что мы там делаем? Как мы там себя ведем? Что делать можно, а что делать нельзя? Я не зря начал о том, что каждый из нас может продлить нашу жизнь. Есть такое изречение имама Шатаби, рахимаху Аллах. Он говорит, «Туба лиман мата, ва матат ма'ху зунубугу». «Счастье тому, огромное счастье тому, кто умер, чьи дни жизни подошли к концу, и вместе с ним умерли и его грехи». «Вальвайлю тавилу» И очень огромная просто беда, огромное несчастье, горе тому, кто умер, «Но его грехи не умерли, и которые продолжают жить еще сто лет», сказано в его изречении. Как это связано с социальной сетью? Естественно, когда человек публикует, когда человек распространяет, когда человек становится причиной того, что какой-либо недостаток другого человека, что-либо греховное увидит множество людей. сегодня в социальных сетях сделать это настолько легко, настолько просто и доступно, что человек может просто одним нажатием кнопки оставить такой багаж грехов, который не просто закончится с его смертью. Этот счетчик его грехов будет начисляться, даже когда он будет находиться в могиле. Потому что его этот ролик, его эта запись, его эта картинка, его эта публикация, статья, она ведь дальше распространяется. Когда мы поднимали эту тему, как-то подошел один парень, который задумался о том, что на самом деле социальная сеть, неправильное поведение в социальных сетях, это огромная беда, которая может испортить всю жизнь, загробную жизнь, твое положение перед Всевышним Аллахом, он подошел и сказал, у меня раньше был аккаунт, я выкладывал различные песни, музыку, и вот сейчас я осознал, понял, что это было запретное, ненужное дело, но я забыл пароль от этого аккаунта. Аккаунт жив, люди смотрят, что ему посоветовать? Как бы он не сожалел об этом, но люди пока смотрят эти ролики, грех будет записываться этому человеку и тому, кто распространил, помог, протолкнул или же отправил другому. Вот в чем беда сегодня, вот о чем многие из нас не задумываются, когда они, а они всегда находятся в социальных сетях. Что-то нами движет, когда мы видим, что что-то происходит на дороге, какой-то ляп, какой-то минус, какой-то недостаток, брата по вере, сестры по вере, любого человека. Почему приходит такое желание быстро это снять и выставить, или же распространить? Вот что происходит с нами в этот момент? Почему мы так себя ведем? Почему во время аварии первое, что приходит на ум, это снять, а не подойти и помочь? Почему, когда спотыкается человек, первое, что приходит на ум, это снять и посмеяться, отправить другу и только потом подойти и спросить даже, и не подходят, не спрашивают, ты ушибся, или что произошло с тобой? Почему, если человек, на котором рвется случайно одежда, мы не думаем его прикрыть, а сначала вытаскиваем телефон? очень много вопросов, почему мы так себя ведем? И вы знаете, люди, которые часто разговаривают с людьми, которые решают общественные проблемы, когда советуют людям, как построить себя, как личность, те люди, которые изучают психологию, они говорят, что есть один такой признак, инструмент, по которому можно определить любого человека, его характер, его поведение, его суть. Достаточно его спросить, что ты думаешь об окружающих тебя людях. Порочный человек скажет, все вокруг плохо, понимаете? Все вокруг плохо, все плохие, все нехорошие. Порядочный скажет, ну, как говорится, мир не без хороших людей. Поэтому, когда человек спешит заснять что-то запретное и распространить, социологи, люди, которые хорошо разбираются в личности человека, как личность говорят, этот человек просто пытается скрыть свой минус. Он спешит показать людям, что он не один обладатель таких плохих мыслей, что он не один обладатель или желающий совершить вот такой проступок, а вот есть еще один. Посмейтесь над ним, посмотрите, я не такой, он такой. Вот как это все расценивается сегодня. Нужно бороться на собой и нужно понимать, что некоторые говорят, что подобным образом они пытаются указать на минусы обществу, на минусы в нашем же обществе. Вот так замечания не делают, так людей не исправляют, уважаемые братья и сестры. Я не думаю, что кто-то скажет, что он больше переживает за общество, чем посланник Аллаха саллиллаху алейхи саллиллаху перед пророком саллиллаху алейхи и саллиллаху тоже совершалось и мерзкое, и порицаемое. Но как он исправлял? Как он это делал? Как он делал замечания? Он подходил к этому человеку лично и разговаривал с ним. Что бы перед ним ни происходило, нет такого случая из биографии посланника Аллаха саллиллаху алейхи саллиллаху где он публично кого-то исправлял даже. Это все было конкретно это все было индивидуально с объяснением что вот это делать не нужно. Поэтому нужно понимать когда мы выставляем минусы людей на всеобщее обозрение это там нет и капли желания исправить этого человека. Даже и капли нет потому что улама и говорят кто пытается исправить человека прилюдно он унижает его он ущемляет этого человека это является харамом это является запретным почему посланник Аллаха саллиллаху алейхи саллиллаху саллиллаху исправлял отдельно вызывал этих людей подзывал к себе и говорил в чем они неправы потому что вот это есть настоящее переживание он на самом деле хотел его исправить когда мы хотим искренне кого-то исправить увидев минус в нем как мы должны это делать отдельно не публикуя не распространяя а подойти и сказать вот этот поступок был некрасивым вот это делать не нужно в чем еще проблема того что когда мы распространяем какую-либо информацию мы просто ставим под огромную угрозу все что мы совершили из хорошего наверняка те люди которые спешат что-либо снять и быстро это выложить распространить люди наверное практикующие мусульмане которые хотят жить по нормам ислама даже если не полностью практикующие мусульмане но все же понимающие религию которые понимают что после смерти будет спрос что есть рай и ад и так далее но может быть они и не знают что распространение грехов осуждение человека за его спиной что это это такой поступок который аннулирует все хорошие поступки наши уране есть такой аят где всевышний приводит в пример женщину которая очень долгое время плетет прядь волос косички грубо говоря долгое время и потом просто распутывает их и улема и муфасируны приводят этот аят к тем людям которые живут по исламу которые понимают что будет допрос судный день стараются постятся делают сада но потом с легкостью разговаривая за спиной человека распространяя его недостатки осуждая его критикуя его просто все аннулирует все что они сделали вот с кем это связывают то есть они собирают хорошие поступки они хотят быть хорошим мусульманином верят во всевышнего Аллаха но с легкостью необдуманно просто все теряют и сегодня социальные сети просто это к сожалению это прекрасный вариант чтобы сгорели все твои хорошие деяния чтобы потерять все что ты сделал просто наша религия так устроена что все что мы делаем из поклонения оно делится на две части то что я делаю в отношении всевышнего Аллаха и то что я делаю в отношении людей которые живут вокруг меня и порой то что я делаю в отношении людей бывает намного выше чем то что я делаю в отношении всевышнего Аллаха порой например я прочитал священный куран получил вознаграждение за каждую букву и после этого беру телефон что-то пишу порочные задеваю честь человека будь это текст текстовое сообщение будет а какая-то картинка ролик чтобы это не было когда я посягаюсь на честь другого человека не имея на это право чтобы даже одной буквой я аннулирую вот это чтение священного курана я теряю вознаграждение видите в данном случае то что я сделал в отношении человека того кто меня окружает общество оно стало тяжелее оно стало важнее того что я сделал в отношении всевышнего ла поэтому уважаемые братья и сестры нужно понимать что наше поведение наши поступки наши дела в отношении людей которых которых которые живут вокруг нас сегодня это определяет нашу веру сегодня так определяется иман сегодня вот это и есть сегодня такой решающий фрагмент ключ в нашей с вами религии посланник аллаху салли аллаху алейхи вассаляма хадисы ведь говорит чтобы мы остерегались предположений когда ты видишь что-то первая твоя мысль которые приходят к тебе не имея оснований не имея доводов просто первая мысль это называют самым мерзким диалогом самой мерзкой речи это наущение иблиса потому что ты эту информацию еще не подтвердил это то что тебе показалось в первую очередь и посланник аллаху салли аллаху алейхи вассаляма говорит и я кум вы остерегайтесь таких предположений не имеющих оснований фундамента доводов свидетелей и после этого посланник аллаху салли аллаху алейхи вассаляма говорит перечисляет те грехи валя таджасасу валя тадабару валя табагалу вот эти грехи перечисляет что означает вы не шпионте шпионаж это когда человек ищет ошибки ищет проступки бывает в поисках этих ошибок минусов недостатков и потом их распространяет то на джошу говорит посланник вы не должны стравливать друг друга подкидывая одну информацию другому второму чтобы они поссорились не отворачивайте людей друг от друга не отворачивайтесь друг от друга не нужно враждовать не нужно завидовать не нужно просто просто искать даже эти проблемы эти проблемы в людях их недостатки их их минусы вот эти все грехи которые перечислил посланник аллаху алейхи вассаляма сегодня с легкостью совершаются социальных сетях и травля между мусульманами и вражда и шпионаж выискивание этих ошибок этих проступков сегодня это все нам дает социальные сети к сожалению что говорить о том чтобы человек узнавал даже о проблемах людей даже мы не говорим про то чтобы он снял это выложил это порочный поступок это подлость за каждый просмотр записывается грех этому человеку и даже не то что искать эти ошибки имам газали рахимахула приводит такую фразу хуссальбаля манаррофа ахуаля нас всевышний приготовил особенную беду для тех людей которые просто ищут информацию о людях они в поисках о новостях того что происходит среди людей с кем-то просто так для этих людей говорит имам газали рахимахула приготовлена особая беда особое испытание всевышним аллах для тех кто просто в поисках информации о людях он ищет информацию не чтоб помочь он просит скидывать информацию к нему не потому что он хочет исправить что-то протянуть руку какую-то провести благотворительную акцию нет он просто узнает что быть в курсе за вот такое ненужное дело за вот такое пустое дело вам газали рахимахула говорит что всевышний готовит отдельную беду вот насколько важно уважаемые братья быть как как говорится быть подальше от того что нам запретно в отношении людей это их честь это их имущество это их кровь это то что нам запретил посланник аллаху алейхи вассалям а поэтому любые посягательства по этим трем пунктом является запретом нашей религии еще есть такое изречение посланник аллаху алейхи вассалям а которым когда бедуин подошел к посланнику аллаху алейхи вассалям и говорит али мне его ауджиз дай мне короткий совет у сподвижников была такая практика они подходили к посланнику аллаху алейхи вассалям и просили дать короткий совет короткое наставление чтобы ему это было достаточно на всю жизнь и но видимо когда они спешат и нет времени выслушивать длинные лекции и вот подошел так один бедуин и спросил я расуле аллахи дай мне короткий совет и посланник аллаху алейхи вассалям а дает ему короткие советы во первых он говорит и да кумта фи салатика фасоли салятом у вадди им когда ты совершаешь молитву попробуй совершить намаз как будто он последний в твоей жизни вот первый совет посланник аллаху алейхи вассалям то есть пророк понимает что он этого человека может в жизни больше не увидеть и он ему дает очень три ценных совета первый совет исправить молитву исправить намаз исправится намаз исправится все согласно этому изречению потому что если делать намаз как будто он последний представьте мы знаем что мы после вечерней молитвы покинем этот свет как мы совершим вечернюю молитву она будет очень тщательной четкой спокойной полноценной вот вот к этому и призывает нас посланник аллаху ассалям исправить намаз исправится намаз исправится все далее посланник аллаху алейхи вассалям и говорит чтобы человек не смотрел на то что в руках других людей и засматривался на то что имеют другие люди если будем рассматривать все что имеют другие люди конечно это вызывает нас какую-то ревность зависть и человек начинает делать все возможное и даже порой переходит граница дозволенного переходит на харам поэтому посланник аллаху ассалям советует и говорит то что есть у тебя вот вот на этом нужно воздержаться за это нужно благодарить всевышнего аллаха считать это достаточным и не смотреть на то что в руках других людей и вот следующий последний совет уолята калям бикалямин таатавиру минху и не говорит таких слов даже можно провести аналогию не совершать таких поступков за которых тебе придется отвечать за которых тебе завтра придется краснеть за которых тебе завтра придется извиняться очень актуально для нас всех когда мы находимся в социальных сетях просто подумать за каждую нашу публикацию за каждый наш шаг за каждый наш лайк комментарий а нам придется за это отвечать, распространяя даже информацию о том, что было в твоей семье, что было в чужой семье, что было между супругами, задуматься, за это придется мне краснеть или нет, за это придется мне отвечать завтра или нет, за это мне придется извиняться завтра или нет, если даже на этом свете нам не придется, какой от нас ожидается отчет, какой ожидается спрос, когда наше одно слово, когда наша одна публикация, она не просто вредит нам от того, что она распространяется, она может погубить человека морально, психологически. Но, к сожалению, об этом мы сегодня не задумываемся, большинство из нас, находясь в социальных сетях. Поэтому прошу Всевышнего Аллаха, чтобы мы не забывали, что все, что мы пишем и все, что мы говорим, оно имеет одно решение. Если мы пишем запретное и говорим запретное, оно получает одинаковый грех. Прошу Всевышнего, чтобы мы могли сдерживать свой взор, находясь в социальных сетях. Потому что это настолько сегодня распространено, настолько социальные сети делают доступным все запретное. И с легкостью можно переписываться с чужой женщиной, с легкостью можно посмотреть на запретное. Ты один, тебя никто не видит, твой ник тоже анонимный, там нет твоей аватарки, твоей фотографии на аватарке. И человек любого из нас это берет, что вот эта анонимность в социальных сетях, что в сетях не знает, кто он. И даже мусульманин, верующий, находясь в социальных сетях, делает что угодно, потому что под сознание он думает, что если люди его не видят, они ведь его не видят, они не знают, кто под этим ником, кто под этим аккаунтом, как будто, значит, его не знает Всевышний Аллах. Это признак слабого имана. Человек, который не задумывается о том, что даже если он скрылся от людей, но он не скрывается от Всевышнего Аллаха, и непременно это потом все всплывает. Непременно потом ему приходится извиняться, переезжать, краснеть и так далее. И говоря о переписке, просто чтобы мы понимали, по, согласно нашей религии, каким должно быть общение с посторонним человеком, с посторонней женщиной. Только то, что касается нашего дела. Если мы торгуем чем-то, приходит женщина, посторонняя женщина, разговор должен строиться только вокруг того, что касается этого товара. Почем, откуда, качество, описание. Все, что кроме этого, является запретным. Или мы звоним к нашему товарищу, поднимает его сестра, и мы спрашиваем, где он, когда придет. Все, что кроме, не касающе этого дела, нашего друга является запретным. Но сегодня, к сожалению, многие позволяют себе переписываться, разговаривать и рассматривать чужих женщин. Один из поступков, который именно влияет на отсутствие сладости веры, это когда человек вроде слушает лекции, но он не меняется. Когда человек читает исламскую литературу, но он не меняется. Он ходит в мечеть, совершает намаз, выходит из мечети, и он даже может забыть, что он делал намаз. То есть он от намаза ничего не получает. В нем, он вроде практикующий мусульманин, он ходит в мечеть, не пропускает намазы, но он не улучшается, он не меняется в лучшую сторону. Его не тянет найти преподавателя, исправить намаз, изучать религию, читать побольше истилфар, просить у Аллаха прощения. Он просто проводит каждый день, как обычно. И он понимает, что он не улучшается, хотя совершает все, как полагается. Вот это и есть сладость имана. Почему оно теряется? Как у улямай говорят, один из таких, скажем, причин того, что вроде мы, особенно молодые ребята, практикующие, но ухудшающие в поведении, это их поведение в социальных сетях. То, что они делают, то, что они рассматривают, распространение запретного, вот это влияет на то, что му'мин, верующий, практикующий мусульманин, теряет сладость имана. Он совершает все поклонение, но такое поклонение, которое его, в нем не вырабатывает желание совершить еще что-то хорошее. Пусть нам Всевышний поможет быть предельно осторожными. Я в конце хотел бы пожелать всем нам, когда мы находимся на улице, к примеру, и наш телефон в руках, когда мы в социальных сетях, когда перед нами что-то такое интересное происходит, и мы достаем телефон, начинаем снимать, вот в этот момент, ну, хотя бы успеть задуматься, в этот момент успеть поразмыслить, взвесить, что я от этого получу. Снял и выставлю. Что от этого будет? Испорчу ли я чью-то жизнь? Повлияет ли это на чей-то брак? Испорчу ли жизнь кому-то, психику? За это буду ли я спрошен? За это мне придется ли отвечать, краснеть? Вот чтобы мы хотя бы успевали взвесить и задаться вот таким вопросом. И чтобы мы не забывали, что в нашей религии очень и очень легко стать соучастником хорошего поступка, очень и очень легко стать соучастником нечто ужасного и страшного. Потому что пасанник Аллаху, салли Аллаху, алейхи вассаляма, как-то сказал, что человек, который совершает очень ужасное, греховное, второй, который находится даже не рядом, на западе где-то, а этот грех совершается на востоке. Но тот, который вдали от этого греха, тоже может получить вот такой же грех, как тот, кто совершил его непосредственно. В каком случае, если он согласен с этим? И человек, который даже и находится близко с тем, кто совершает греховное, но может ничего не получить из греховного, если он не согласен с этим. Поэтому, уважаемые братья и сестры, когда мы видим какие-либо публикации, которые затрагивают честь, даже если это смешно, но этому человеку ведь будет неприятно это видеть, не будьте теми, от которого оно, этот ролик, скажем, публикация набирает ход и набирает просмотры. Не распространяйте, не будьте причиной распространения вот таких материалов. Пусть оно остановится на вас, пусть оно не от вас исходит, чтобы вы не были участником и чтобы вы в итоге не заработали тысячи и тысячи грехов от просмотра этого ролика или же какой-то другой публикации. Пусть нам в этом Всевышний поможет быть предельно осторожными в социальных сетях. Как мы сказали, ну, успеть задуматься, ведь му'мин, он тот, который дает, взвешивает каждый шаг, потому что он знает судный день, не за горой. Суд, который невозможно проплатить, заплатить, договориться, это строгий суд. И му'мин обязан ведь в это верить, он полностью, без сомнений, в это верит, но он должен любой шаг, любой комментарий, любое действие хотя бы немного взвешивать. Пусть Всевышний нам в этом поможет быть предельно аккуратными, осторожными и не затрагивать честь окружающих нас людей. Вассаламу алейкум и рахматуллах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok